МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор отметил, необходимо по-прежнему соблюдать меры профилактики. Зима на Ставрополе, похоже, все-таки отступает. И приход весенней погоды – повод обратить внимание на состояние дорог. Привести в порядок дорожную инфраструктуру поручил на рабочем совещании губернатор Владимир Владимиров. Он распорядился, чтобы во всех территориях разработали строгий график ямочного ремонта. Главная задача – устранить все недостатки уже к началу мая. На ближайшие дни также намечена расчистка ливневок и придорожных канав. Комфорт наших с вами земляков, связанный с прохождением или с проездом по нашим дорогам, должен быть обеспечен. Я очень прошу все-таки на этой неделе отработать график проведения ямочного ремонта по всем территориям. Я уже сказал, что у нас 1 мая не должно быть вообще ям. И мы должны планово приступить к текущим ремонтам, к капитальным ремонтам, к строительству дорог. На весенний режим переходит из Ставропольской аграрии. За 20 дней марта в регионе выпало 30 миллиметров осадков. Это на треть выше среднего. Поля получили достаточно влаги, ее не хватает лишь на востоке. Так что есть все шансы на хороший урожай. Половина территории уже приступила к весенним полевым работам. Предстоит засеять 900 тысяч гектаров яровых культур. Это ячмень, горох, овес и кормовые травы. На площади 300 тысяч гектаров уже внесли азотные удобрения. В селе Донском Труновского округа создают сельскую модельную библиотеку. Уже заключены договоры на поставку мебели, компьютерной техники и новых книг. Специалисты в ближайшее время приступят к электромонтажным работам. Кроме того, закупят мощную акустическую систему для проведения мероприятий, а также 3D-ручки и комплект оборудования для звукозаписи. Все работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура». Многофункциональный образовательный центр планирует открыть осенью. В этом году в Михайловске реконструируют участок дороги на улице Войково. Работы пройдут на отрезке протяженностью почти 6,5 километров. Специалисты уложат два слоя нового асфальтобетона, нанесут свежую разметку, отремонтируют тротуары и автобусные остановки, а также установят новые знаки и бордюры. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В Светлограде обновят пешеходную зону и установят арт-объекты. Благоустройство пройдет на улице Ленина. Там заменят покрытие на тротуарах и проезжей части, установят скамейки, урны и фонари. Обустроят также и велопарковки. Территория преобразится благодаря программе по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».